Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня для всех любителей кокоса мы готовим ПП-вариант кокосанки. Я сама отношусь к любителям кокоса, поэтому с радостью приготовила данное печенье. И для него нам понадобится Для начала отделяем белки от желтков у двух яиц среднего размера. Мы будем использовать только белки. Желтки, к сожалению, в этом рецепте нам не понадобятся. Их вам придется самим придумать, куда утилизировать. Итак, отделили аккуратно белки. Единственное, смотрите, чтобы ни капли желтка не попало в белки, для того, чтобы они действительно хорошо взбились. Мы будем их взбивать. Добавляем к белкам сахзам, либо сахар, тут кто что использует. И на высоких оборотах миксера взбиваем белки до пиков. Нам нужно получить очень светлую и хорошо держащую форму массу. Вот такая масса получается. Видите, она прекрасно держит форму. И добавляем теперь сюда кокосовую стружку. Единственное, смотрите, у всех стружка очень разная. Есть жирная, есть пересушенная. Поэтому, возможно, вам придется добавлять ее частями, чтобы не было слишком сухого теста. Все теперь аккуратно перемешиваем, чтобы белки не опали. И поскольку у меня в этот раз масса получилась суховатая, я добавила еще столовую ложку сиропа топинамбру. Он плюс еще такой очень нежный вкус сладенький дает. А вы смотрите, там ориентируетесь. Но, скорее всего, она всем понадобится. Это столовая ложка топинамбру. Поэтому добавляйте, будет еще вкуснее. Все теперь перемешиваем и формируем. Жарики. Порции уже формируйте в зависимости от того, как вам нравится. Побольше, поменьше. И выкладываем на пергамент. Выпекаем все при 180 градусах 15 минут. И получаем в итоге вот такую красоту и вкуснотищу к чаю. Как видите, очень просто. КБЖУ все будут в описании. Любители кокоса обязательно пробуйте. Обязательно пробуйте данный рецепт. Пишите свои комментарии. Может быть предложение, что еще снять. И готовьте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. До свидания.